Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем изучать раздел «Клеточная биология». Итак, давайте вспомним материал. Смотрите, пожалуйста, на этот слайд. Как вы думаете, какие же это клетки? Эукариотические или прокариотические? И почему вы так думаете? Совершенно верно. Это эукариотические клетки. Почему? Совершенно верно, потому что четко выделено ядро. В растительных клетках, рисунок слева, тут четко даже видно процесс метоза. Хорошо. Итак, мы сегодня с вами продолжаем изучать материал «Клеточная биология», так как из клеток формируются ткани, и ткани различные формируют органы, органы формируют систему органов, а уже из системы органов состоит растительный организм, животный организм. И вы уже, ребята, знаете, что ткань – это группа клеток и межклеточного вещества, сходные по строению, происхождению, и выполняют определенную функцию. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. По какому принципу сгруппированы эти ткани? Абсолютно верно. Показаны ткани растений и ткани животных. Открываем тетради, записываем сегодня тему урока «Классификация растительных и животных тканей». Наша сегодняшняя цель обучения – классифицировать ткани растений и животных. И на основе цели обучения главные цели сегодняшнего урока – исследовать строение тканей растений и животных, их значение. И мы должны с вами уметь объяснять взаимоотвязь живых организмов между клетками, тканями, органами и систем органов животных и растительных организмов. Итак, давайте с вами рассмотрим сначала ткани растений. Мы с вами уже знаем, что первые растения появились на Земле и образовались у них ткани образовательная, покровная, основная, проводящая, механическая, выделительная. Первые растения были псилофиты на Земле. Так вот, ткани растений, они, их выделяют шесть, и они имеют особенности. Давайте мы их рассмотрим. Поможет вам рассмотреть ткани страница номер девять, схема ткани растений. Рассмотрим первое – образовательная ткань. Образовательная ткань, клетки молодые, постоянно делящиеся, находятся на верхушке растений, на кончике корня. Это боковая ткань камбий. Клетки постоянно делятся. Второй вид ткани – основная. Это вид тканей подразделяется на фотосинтезирующую и запасающую. Эти виды тканей имеют особенности в том, что они имеют крупные вукуоли. И функцию выполняют накопление веществ и ассимиляция, то есть синтез веществ. Следующий вид ткани – покровная. Различают их кожица, пробка и кора. Кожица – это живые клетки, пробка – мёртвые. Ну и кора – тоже мёртвые клетки. Функция – защита от внешних факторов. Следующий вид ткани, проводящий – это сосуды ксилема и ситовидной трубки флоэма. Соответственно, когда мы говорим о ксилеме и флоэме, ксилема – это восходящий поток, мёртвые клетки флоэма, нисходящий поток – это живые клетки. Двигаемся дальше. Механические ткани. Они находятся во всех частях растений, клетки мёртвые и способствуют опоре. Функция главная. Кроме этих пяти видов ткани, есть шестой вид ткани – это выделительные ткани, там лечники, смоляные ходы, различные нектарники. Функция разная в зависимости от того, какой это вид ткани. Ну что ж, рассмотрев растительные ткани, давайте посмотрим, насколько вы уяснили этот материал. Береста, мякоть томата, кедровые орешки, кончик корня, жилки листа – это какой вид ткани? Ткани, совершенно верно. Покровная – это береста защита, мякоть томата – основная защита. Кедровые орешки запаса – тоже основной вид ткани. Кончик корня покровная – это чеклик и зона деления образовательная жилки – это проводящие сосуды ситовидной трубки и также там есть волокна, механическая ткань. Хорошо. Рассмотрим ткани животных. Их выделяет четыре вида. Записываем в тетрадочку эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. Давайте рассмотрим по отдельности каждый вид ткани. Фиксируем. Эпителиальная ткань. Она выстилает поверхность тела, выстилает внутренние органы, образует железы внешней, внутренней смешанной секреции. Свойства клетки плотно прилегают друг к другу, защищает функция защита от воздействий, микробов, повреждений, а также необходимо для организма, так как выделяют железы, повторюсь, внешней, внутренней и смешанной секреции. Слюна, пот, молоко. Соединительная ткань. Может быть, рыхлая, это жировая ткань, жидкая, кровь, лимфотканевая жидкость. Плотная, костная ткань, хрящевая ткань. Соединительная ткань и ее свойства заключаются в том, что клетки рыхла, расположенные в межклетном веществе, функция различная в зависимости от того, какой это вид ткани. Нервная. Нервная ткань структурной единицы является нейрон, который состоит из коротких отростков дендритов, длинного отростка, покрытого миелиновой оболочкой аксона, и заканчивается который синапсом. Основная функция, это функция рефлекторная, ответная реакция на воздействие внешней и внутренней среды и свойства возбудимость и проводимость. Мышечная ткань. Различают три типа мышечной ткани. Гладкая, поперечно-полосатая и сердечная. Конечно, они отличаются друг от друга. Основная функция движения, но клетки гладкой мышечной ткани, они одноядерные, на концах заостренные, сокращаются медленно, не подчиняются воле человека. Поперечно-полосатая и скелетная, многоядерная, сокращаются, подчиняются воле человека. А вот сердечная мышца многоядерная, многослойная, но не подчиняется воле человека. Итак, проверим наши знания. Мы с вами знаем, что какая, вопрос такой, знаем о тканях животных, какая ткань характеризуется тем, что ее клетки имеют неправильную звездчатую форму. Конечно же, это нервная. Хорошо. Давайте ответим на второе задание. Установите соответствие между разновидностью тканей или органом и принадлежностью к группе тканей. Рассмотрим. Кровь собаки. Кровь жидкая, соединительная. Эпители кожи. Эпителиальная. Головной мозг. Нервная. Мышцы гепарда. Мышечная. Хрящи. Соединительная. Сердце. Мышцы. Мышечная. Молодцы. Значит, продолжим. Итак, изучив материал, домашнее задание, вы, ребята, должны выполнить лабораторные работы 1 и 2 на странице 240 и 241, используя презентацию и видеоссылки. Продолжение следует...